Ефима Шубенцова обычно называют просто тем русским парнем из Бруклина. Люди слышат о нем из уст в уста, от кого-то, кому они доверяют, от друга, родственника, любовника, и история всегда одна и та же. Этот человек перепробовал все, что только можно было придумать, чтобы бросить курить. Пластырь, центры для цыплят, жвачку, гипноз. Ничто не помогало до тех пор, пока они не отправились в Эфим и Бинго. Они уже много лет не курили. А теперь позвоните мне, чтобы записаться на прием, который может занять у вас до года, но люди клянутся им, что это такое, что здесь происходит. Мистер Шубенцов был так любезен, что заглянул к нам. Добро пожаловать. А еще вы написали книгу о том, как помочь людям избавиться от всевозможных вредных привычек, которая называется «Вылечите свою тягу». И мистер Шубенцов также позволил нашим камерам записать его сеанс. Когда мы послали нашу Дёб Донну, давнюю курильщицу, которая очень хотела бросить курить, повидаться с ним и посмотреть, что произошло. Во-первых, прежде чем мы перейдем к вашей предыстории, скажите, как долго вы курили. Мне уже 30 лет. Мне уже 30 лет. Сколько же вы курили? Примерно по пачке сигарет в день. И вы отправились посмотреть, как он победит? Это было в среду два дня назад. Сколько же вы выкурили с тех пор? У меня ничего нет. Я даже не предполагал этого. Неужели ни одного из них нет? Не так ли? Результат равен нулю. Как вы себя чувствуете? Я прекрасно себя чувствую. Это потрясающе. Это действительно так и есть. У меня до сих пор сохранилась такая привычка. После еды хочется потянуться за сигаретой. Это естественная привычка, от которой мне придется избавиться. Но когда я думаю об этом, мне кажется, что я не курю. И я просто не могу выкинуть это из головы. Это просто потрясающе. А были ли вы удивлены тем, на что это было похоже, когда вы пришли к нему на прием? Да, я так и думала, что это будет нечто большее. Так оно и было. Ну и что же это такое? Так оно и было. Да, именно так оно и было. А Билли Джоэл? Вы помогли Билли Джоэлу пианисту уволиться с работы. Да, но это было очень давно, очень давно. Очень давно. Так что для начала расскажите людям, что вы были художником в России. Да, именно так. И я помню, когда мы однажды уже писали репортаж, вы участвовали в какой-то исследовательской программе, не так ли? Это был медицинский центр Гарвардского университета. Они пригласили меня на встречу. Это потому, что они хотят повторить все, что мы делали в Москве, чтобы посмотреть, как это работает сегодня. Но в старом журнале, во всех газетах нам писали, что мы действительно работаем, мы просто не знаем, как это, черт возьми, работает. Так вот, все они были очень честны и рассказывали обо всем, что он делал, безукоризненно работая. Это была большая статья обо мне в журнале Бостон Магазин, но они не знают, как это сделать, но это действительно работает. Так что, когда я впервые встретил вас, мне следовало бы сказать людям, что в прошлом давным-давно я участвовал в других шоу. Это было около года назад. Я работал в журнале Evening Magazine. И в то время вы занимались тем, что вы называли биоэнергетическим исцелением, когда вы вроде как делаете вот так и двигаетесь, ни к кому не прикасаясь. И это было бы так. Вы сказали, что это улучшило их кровообращение. Или вы не знали, к чему это привело? На каждом шоу, когда люди приходили ко мне в офис, их было около 1015 человек. Прежде чем мы начали говорить о курении, я избавил людей от боли. Я остаюсь на своем месте, а они остаются на своих местах. Мы находимся на небольшом расстоянии, примерно в самом большом, может быть в 30 футах. И просто пошевелив руками в течение нескольких секунд, Сьюзан была одной из испытуемых, я избавился от боли. Это вовсе не означает, что боль исчезнет на всю оставшуюся жизнь. Похоже, что ее плечо все еще болит, потому что, скажем так, после нескольких процедур это не будет чудом. Точно так же, как и новые методы лечения. Вот пример. Давайте рассмотрим обычную головную боль, которая появилась недавно, прошла через пару секунд, вы можете забыть о ней. Но давайте посмотрим на ужасную мигрень. Не сегодня, не вчера. Всю жизнь, без каких-либо перерывов. Мы все равно уедем и больше не вернемся. Но в данном случае это необходимо, видит Бог. Сколько мне лет? У меня нет чисто физического процесса. Это тот же самый человек, который бросил курить, но слышит громче. Я положил руки на стол примерно на три минуты. Я прошел самое длинное расстояние. Я поворачиваюсь так, чтобы он не мог впиться мне в губы. Повторяю и обязательно скажу кое-что этому человеку. Итак, вы обнаружили, что это оказывает такое воздействие на людей. А затем все внимание стало уделяться курению и снижению веса. Курение, потеря веса, употребление алкоголя, наркотиков, всевозможные вредные привычки, вот и все. Давайте представим себе человека, который курит, пьет, употребляет наркотики, грызет ногти, боится играть, страдает любыми видами фобий. Я не беру с вас дополнительных денег. Это всего лишь одноразовое лечение и все такое прочее. Лечь идет только о самостоятельной потере веса. Сразу видно, что вы не курите, не пьете, не употребляете наркотики. Вот это и есть самая низкая ставка, и все это сразу в центре Бетти Форд, практически для всего что угодно. Сейчас мы зададим еще несколько вопросов о том, как это делается. Как работает система отказа от курения. И если у вас есть вопросы к русскому человеку, напишите нам по электронной почте. Вы настроены скептически? Вы верите, что он может помешать вам бросить курить? Напишите нам по электронной почте, зайдя на наш веб-сайт cnn.tv.nikt.be или позвоните по вашим комментариям по телефону 1 800 755 5690. Это 1 807 555 690 долларов. Мы вернемся и поможем вам бросить курить. Мы снова разговариваем с человеком, которого они называют русским парнем из Бруклина. Человеком, который каким-то чудесным образом помогает людям бросить курить. Которые перепробовали все остальное под солнцем. Скажите мне, бросил ли я курить 18 лет назад, когда должен был родиться мой первый сын. И к счастью, я никогда не нуждался в ваших талантах, но я видел, как люди приходили в ваш офис и делали вот это. Проводите меня до конца. Мы проведем видеозапись нашего визита в ваш офис, который у нас есть, и расскажем мне о том, через что проходят люди, когда приходят к вам на прием. Во-первых, вы ведь сами им все объясняете, не так ли? Видите вот это на вашей фотографии. Расскажите мне, что происходит. Я дал вам все объяснения. Во-первых, расскажите коротко обо мне, потому что в противном случае они будут задавать вопросы во время объяснения. Так что будьте уверены, они прервут вас примерно через пару минут после этого. Во время сеанса я не говорю о том, насколько опасно курить, потому что люди уже приходят покурить. Просто нелепо убеждать людей есть, когда они заходят в ресторан. Так вот, я рассказываю о том, как избежать ломки, как избежать лишнего веса. И большое количество людей, которые пришли бросить курить после этого, пришли показать направление своим друзьям, родственникам и сказали мне, что они похудели, они набрали вес. Ни диеты, ни силы, воли у них не было. Именно этим я и занимаюсь во время объяснений. Я рассказал людям, как сделать это легко, просто и без негативных побочных эффектов. Так в чем же заключается ваше объяснение? Одна из вещей, которую вы говорите людям, насколько я помню, когда я был там раньше, заключается в том, что все, что вам нужно сделать, это просто бросить курить. Вам же не хочется начинать есть еще больше. Вы же не хотите начинать выпивать 10 стаканов воды в день. Вы же не хотите этого делать. Все, что вам нужно сделать, это бросить курить. Это единственное изменение, которое вы собираетесь внести в свою жизнь. Потому что если вы будете делать что-то вместо этого, то это напоминание будет напоминать вам о том, что вы идете и идете. Вместо этого я иду пешком, потому что не хочу курить. Так что, значит, вы думаете об этом. Давайте сведем вас с ума. Давайте сведем вас с ума. Нам сейчас быстро позвонит Регина из Битфорда, штат Нью-Гэмшир. Добро пожаловать, Реджина. Всем привет. Я просто хотела поблагодарить Русского за то, что он заставил меня уволиться после 48 лет работы. Я начала курить, когда мне было 15 лет, и бросила в тот день, когда пришла к нему на прием. Мне было 63 года. Сколько же времени прошло с тех пор? Прошло уже 7 лет. Неужели прошло 7 лет? Прошло уже 7 лет. И вы бросили курить после того, как курили в течение многих лет. И вот еще что. Прошло уже много лет. Мне 48 лет. Я выкуривала по полторы пачки сигарет в день. Спасибо вам, Реджина. Вы чувствуете себя лучше? Мне гораздо лучше. Я чувствую себя так свободно. Спасибо вам, Реджина, за это. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы позвонили мне. Так значит, вы и сейчас помогаете людям сбросить лишний вес, не так ли? Да. А ваша книга называется «Где я могу достать эту книгу?» Избавьтесь от своей тяги к сладкому. Если вы не можете приехать к нам в гости, вы можете ознакомиться с этой книгой здесь. Я точно знаю, что один раз у вас будет две звезды. Первое место, наверное, потому что я местный житель. И они заказывают снова, снова и снова. Это заведение находится в самом крутом уголке города. Так вот, на углу между Бекон Стрит и Гарвард Стрит и Гарвард Стрит Букс Смит. Они наверняка делают заказ в любое время, потому что люди спрашивают меня об этом, так что я знаю. Это второй книжный магазин Amazon, все остальные книги распроданы. Неужели очередь на поступление в него все еще тянется примерно год? Нет, даже меньше. Я довольно долго терял вес, но что касается курения, то не так резко. Мы будем продолжать следить за Дивин и поощрять ее идти в ногу с теми хорошими переменами, которых она добилась. И боже мой, вы потрясающе выглядите. Вы немного похудели. Нет, нет. Вы выглядите подтянутым и подтянутым. Я же только что вам об этом сказал. Спасибо, что пришли ко мне. Спасибо. 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 Спасибо.